У них там время-то грубое. А ты давно сюда попал-то к нам? Ну, наверное, неделю, может, две недели назад. А сколько лет тебе? Тринадцать лет. Тринадцать лет. А в каком городе? В Тольятти. В Тольятти? А, у нас там Сергей есть, Лукьянченков. Есть у нас там брат Сергей. Игнать Тихонович, вот на вас юноша хотел выйти. Ну, пожалуйста. Вопросы, Лукьянченки? Вопросы несколько есть. Я не крещен. Ну, я крещен был, как просто голову мне как бы окунули. И то даже деньги за это заплатили. Вот я хотела узнать, как мне нужно же креститься, наверное, правильно. Обязательно. Ну, вот Вячеслав Семенович сидит. Сергеевич, поговори с ним. Как он, согласится тебя взять или нет? Это если ты верующий, Христа признаешь за Бога? Да. Ну все, готовы? Давай. Ну, надо быть знакомым с родителями. С родителями. Человеку 13 лет. Потому что дороги, опасностей много. Я вам сейчас на меня отдельно... Надо, чтобы отдельно он вышел. Я вам скину путевку, что с собой брать надо. Все это бесплатно и в озере. Полным погружением. Посмотришь, как мы живем. Тут порадуешься. Рыбу половишь. Где еще нужно, там поможешь. Купаться будешь. Чтоб ты приехал не на один день, а отдохнул у нас. А ты с родителями можешь выйти? Сейчас. Сейчас нет, наверное. Ну, не сейчас, в другой день хотя бы. Ну, в другой день, наверное, смогу. Да. А они верующие у тебя-то? Да, да. Мама, бабушка верующие. Мы в храм ходим вот. Всегда. Каждое воскресенье почти. Ну, надо тогда выйти, будет тебе с ними вместе. Вот на нас выйдем и пообщаться вместе. Они же должны тоже разделять это. Понятно. По поводу крещения-то. Так, Вячеслав, бери на себя это. Ну, и хорошо. Я просто вам вас хотел. Ну, пожалуйста, я вот к вашему распоряжению. Тем более я приму с родителями, как в детском лагере было. Ты научишься рано вставать. У тебя столько навыка будет. Тем более я свои ресурсы скину. Которым равных во всем интернете нету. В общей сложности у меня где-то 25 тысяч роликов. Там, Вячеслав, надо перетеребить. Надо кое-что у меня. Цифры заменить. И в этой даже... В Википедии там сильно отстало уже. Сколько посещений. Было 56, а сегодня 71 миллион. Если можно заменить, проверить там. Я-то ничего не могу сделать. Ну, вот, Тимофей. Тогда выходи потом с родителями. Ну, вот у меня еще пару вопросов есть. Вот я музыкант, я гитарист. У меня вот, как бы, я на гитаре играю ногтями. Вот это, как сказать? То, что у меня на правой руке ногти. Это просто без них я играть не могу на гитаре. Хорошо. Я не понял, что у него тут вопрос. В общем, он и музыкант играет на гитаре. Это понял. И ногти у него на правой руке. Нужны ногти ему. Чтобы большие были ногти. Длинные ногти. И он говорит, можно ли их не стричь, чтобы я играл на гитаре? Ну, а как же Виктор Николаевич стрижет? Он даже больше стрижет. Это ногти не мешает нисколько этому. У нас, один, мои стихотворения, он положил на музыку и играет. Примерно 78. И он, я хотел сказать это, Вячеслав. Вот, которые вы сегодня говорили, что там жития у нас все. И которые насчитали, то у меня стихи-то в насчитке-то. Они же здорово выглядят. И которые Виктор Николаевич поет. Там графу какую-то создать для этого. Представь себе, исполнение. Притом разные авторы исполняют. Артисты. Это же здорово было бы. Те, которые вот нащитка была, и которые поют. И все это надо... Прямо на сайт добавить, да? Конечно. Сразу раз и найди, нашел. Какая-то моя помощь будет, я, может, что-то и найду. Показать Виктора Николаевича, как он сделал. Допустим, пример себе своим воображением. Как меня везут на расстрел, там стреляют. Он эти поставил моменты эти. Он сильно картинками расставил. Вот кто хуже нас, сокровища земные, транжири жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне. Прибалтики, он показывает, прибалтийские девчата стоят. Прибалтики татарам. Татары своих там обмундирования. И чечне, и чеченцы по пахах. Он за каждым словом меняется кадр. И видно, это очень здорово. У меня стихотворение, Тимопея, 3467. Ну да, я смотрела. Четыре дома по 800 страниц. И каждое стихотворение 36 строчек, эпиграпы из Библии. 13 лет, мальчик. Это Господь так сделал. Это все можно там показать. А можно там даже попутно одним файлом забросить стихи. Одним файлом-то там есть, насколько я помню. Ну вот. А теперь, когда там Каващев, там Юрий, Скрипницкий считали-то. Это же хорошо насчитано. И тем более текст идет. Текст. Какая польза нам от этих книг. Здорово он там поет, на гитаре играет сам. И текст идет. Ребенок. Бог сколько дает. И вдруг они все, кто женился, кто куда, разбежались, никого нету. Но это им был как скачок. Теперь они будут помнить, и об этом может возвращаться. Да, конечно, помнить. Они где-то сделали 250 почти стихов насчитали моих. Это серьезный был труд. И главное, как только считать, они мне сбрасывают. Вот в этом строке непонятно, о чем тут непонятно. А когда объясню, о, тут как глубоко. Я сам, когда свои стихи считаю, другой раз, со второго раза только начинаю понимать. Вот как Господь сделал. Ну что, Тимофей еще хотел вопрос задать. Тимофей, говори. Еще вопрос есть. У меня вот брат, он неверующий, ему 22 года. Он и матерится, и все. Вот я не знаю, как мне ему помочь можно. Я как-то могу ему помочь, кроме вот молитвы? Нет. Ну, видишь, если бы ты был взрослее так, ну а что ты ему скажешь? Молиться, конечно, надо. Показать, что грязное слово развращает душу. Сказать, что мирские писатели говорили. Вот такой был Антон Павлович Чехов. Он говорит, скверное слово – это низость и убожество души. Даже самоубийца Маяковский тот говорил, пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Это хороший, прям эпиграф. И может, бывает, человек, я вот сколько было такое, даже в камере сидят преступники, когда меня в тюрьме держали, и они переставали материться. Я молюсь, а новые толкнули в камеру-то, но он заходит, и мать-перемать. Ну, а я молиться-то молюсь, а слышу. Тогда другие говорят, мужик, ты помело свое прикуси. А что? У нас батюшка здесь, он молится за всех, за нас. И он больше не мартирится. Язык называется помело грязное. И человек язык выбрасывает то, что там не помещается, через нижнюю губу выбрасывает. Вот какие высказания есть. За каждое дело... Игорь Михайлович, а как это, еще раз повторите, вот это, не высказание ни одного бранного слова? Это говорит Владимир Владимирович Маяковский. Запиши. Пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не сказано ни единого бранного... Не выпито ни единого стакана водки. Не сказано ни единого бранного слова. Ага, все вижу. Я там ошибся, строчку другую захватил. Вы это наизусть их знали, да? Я знал его раньше еще, до Евангелия. Я собирал такие апаризмы. Я вот сегодня говорил, говорят, человек обновляется, организм его весь, полностью, за 7 лет. То есть частички отмирают, другие нарастают. А я говорю, если я в армии 50 с лишним лет назад, почти 60, прочитал газету, и там стихотворение было. Я его, оно мне не нужно. И вдруг я его пишу, и в тематику оно у меня вошло. Я его вспомнил. А где же оно тогда хранилось, когда все уже заменилось? И мозг, и кости, и все переменилось. Вот и все. А стихотворение, два куплета я там помню оттуда, говорит так. Никита, помните, из Санкт-Петербурга? Молодой человек, Никита. Звонил как-то вам. С Михаилом там они встречаются, на благовестие ходили. Просит молитв. Отец его из дома не выпускает, потому что он не бреет бороду, а у него пошла борода немножко расти, и он ее не трогает. И отец его из дома не выпускает за это. Ну, надо принять. Может, это к лучшему. Пускай сидит, себя вникает. Католиков есть такой обычный, священники на неделю или на сколько, в запертии сидят. Приходят заранее, келью дают ему, чтобы над собой поработать, понять себя. Ну, еще, Тимофеевич, что у тебя там? Ну, вот, вроде бы, ну, все вроде бы... Так брата не трогай, не трогай брата. Только молись. А он большой, он тебе шалкушку даст и повалишься. Хорошо. А ты знаешь все для себя, что вот говорим, чаще приходи, участвуй в молениях. А когда от юности человек избран, не испорчено, это большое дело. Никогда компьютерные игры не играй. Ни на каких девочек не смотри. Вот два пункта, которые мозги отнимают. Человек, который блудит, он скудоумный. Никогда лишний раз не смейся. Еще наказ тебе, в чужую машину не садись. К товарищам никому в чужой дом не заходи. Побыл где и домой. В Москве одной, говорит, больше семи тысяч потерялось только. Органы продают их, сердце, легкие там. Ну, люди бизнес устроили на этом. Береги себя. Тебе, видишь, как много Бог дал в таком юности. А я-то в 23 года только пришел. Я вот так Евангелие-то не имел. Матерь дала от страха Божия. Ты этот страх привел к познанию истины. Нельзя пионеры вступать в комсомол. Нельзя танцевать. Мать рассказывала нам. Ну, ты просто бойся греха. Еще непонятно, считай Слово Божие, Библию, Евангелие ежедневно. И ночью тебя никто не видит. Ты можешь и под одеялом молиться. Без крестного знамения спать не ложись. Уходишь на улицу, подойди к дверям. К дверям подходишь. Вот так перекрестись и скажи, отрекаюсь от сатаны и всех дел его. И всех ангелов его, всей гордыни его. И впереди себя перекрести иди. Не бойся. Ксюш. У меня мама написала вот это вот, то, что вы сейчас сказали. Она у вас услышала, она написала прямо на дверь, наклеила бумагу. Да. Никого не бойся. Так мама твоя с нами тут тоже, что ли? Нет, она там, в другой комнате. Но сейчас они там работают. Нет, я имею в виду, она тут у нас есть в группе, нет твоей мамы? Нет, нету, нету. Так пусть добавится. А она смотрит ролики-то? Да, смотрят, они с бабушкой смотрят всегда. Все понятно. Тогда их выводи. Выводи их нам. Сколько лет, ты говоришь, в каком классе учишься? В шестой окончил, тринадцатый. Я так и подумал, в седьмом. А какой учишь иностранный язык? Английский. И главное, все английские перешли. Ты что-то маленько разговариваешь уже? Ну, разговаривать может... А ну-ка скажи, скажи, у меня есть Святая Библия. I have... Святая, не знаю как... The Holy Bible. Holy, Holy. Holy Bible. Holy Bible Библии. Нет, Библия-то и есть. Holy Bible, Святая Библия. Да. Молодец. Давай учи, язык этот пригодится. Сейчас есть самоучители такие. Пока у тебя еще все не заставленная голова, видно, что трезвая. И в электронике разбирайся. Вот дядя Вячеслав Сергеевич, он тебе подскажет, где. Он в этом деле дока, в своем деле. Я так и не понял, мне вот это... Так, Вячеслав, мне вот это сегодня Елена дала там симку, а то ее еще там вставить надо. Там надо будет вставить, там Володя вставит. И на сколько она мне? Ну, пока вы там будете. Кто платил-то, мне же надо рассчитывать все. Я не знаю, концов не найдешь. А что мне прислали какой-то же? Так специально сделано, чтобы вы не могли найти конца, кому отдать. Главное, привезли от знакомой какой-то прибор. Там еще нету. Это мне надо. А что мне надо? Мне это и не надо, я не знаю, видно или не было. Микро, УСБ, УСБ 2.0. И натихно, что-то не прибор, это провод. А зачем он мне? У меня проводов и так полно. Нет, смотрите, этот провод там, чтобы в камеру передавать, перекачивать. И он специально сделан, чтобы не ломался, не рвался там, вот этот, не портилось. Он специальный такой. Чтобы вы могли часто это делать. Так у меня в этом видеоаппарате-то, так, это, как сказать, ну, штыковой штык. Штырех. Там у вас контакты плохие уже, я помню, летом было, в последнее время контакты плохие были. Ну, а здесь-то штырька-то нету. Как нету? Вытащите, посмотрите. Да вот они, я же вижу. Тут у меня... Нет. Не может быть. Ну, как не может, с двух сторон такая. Вот она, я показываю. И вот они, штырьки. Они не штырьки, а такие плоские. Большое. Нет. Вот смотрите, вот это вы в компьютер перекачиваете. В компьютер перекачиваете из видеокамеры. Вот это провод для этого. Так у меня тут свой есть, неукоризненно работает. Зря мне это... Вот вы его храните, если это плохо будет, вы сможете это сделать. Вот это другое дело. А то, я думаю, меня обложили со всех сторон. То молока купили, сливок, творога... Вы просто знали, что вы туда поедете, и если провод там перестанет работать, то где его приобретешь? И заранее мы его взяли. Ну, ладно. Ладно. Мне просто неохота быть должником. Это не вам? Ну, да. Это общее дело, как бы. Но все равно, мне как-то это... Я чувствую, что я должник. Так, готовлю материал для Галимова. Про апостол. Он говорит, неизвестно, кто написал. А я сейчас из календаря выписал сначала, где и кто. А сейчас ищу по житиям, и все это скопирую, ему пошлю. К сожалению, читать он вряд ли будет. Будет, но уже сказать он не сможет, что не знает кто. Я его сильно пробрал и указал на вас. Говорю, почему ты так это ведешь себя? Ну, я его крепко пробрал. Он уже два года, два года. И два года было так, вот как вы говорите. Его проберешь, и он благодарит, и все. Два дня проходит, три. Он то ли посмотрит что-то негодное, и все, в него бес скакивает. И он в еретике, и все, и к пятой десятой. Буйная бесноважная. Я говорю, ты так, десять раз, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я говорю, ты зачем мне прислал, нарисовал бафомета этого? Зачем? И стихотворение про дьявола, одобрительное. Я слуга тебе, ты еще играешь-то. Душа твоя уже кипит в аду. Вид такой разболтанный. Сколько лет, столько-то. Ну, ты даже в три с лишним раза моложе меня, и так ведешь себя. Я говорю, передо мной академики склоняются, профессора. А ты-то кто? Он ничего не понимает. Там компьютерные игры. Да, компьютерные игры. Смотри, сохрани бог. Они мозги пожирают. Ну, что, если, ребята, ничего нет, я тогда, наверное, отхожу. Что? Отдыхайте, Игнатих. Так сейчас молитесь. Благодарим за то, что вы уделяете нам время. Через 20 минут. Да я встал в 2 часа 30 минут сегодня, по-местному. Проспал на 5 минут. Вот Андрей Санников тоже хочет приехать и все беспокоится за свои пальцы, рук. Вчера говорит, я от работы тяжелой. Потом у него чувствительность рук ухудшается, и он не может играть на пианино. И говорит, сейчас меня запрягут, и я, говорит, ну, мне трудно будет на пианино играть. Я его не буду запрягать. Он будет траву рвать там или что-то. Такой у нас, он же дрова не колет. Вот который колет или на отбойном молотке работает, там вот так вот все эти трясет. А это что он там? Глины бросил. Какая-то работа. Вон, видишь, это у кого? У Тимофея? Это у меня. Да, я тоже и на фортепиано, и на гидаре. А ты можешь сыграть прощание славянки? Нет, я такое еще не выучила. Я на фортепиано только, наверное, несколько месяцев, может. Где-то с Нового года. Ну, это самое популярное произведение, которое почти во всех странах играют. В Китае, в Америке, в Северной Корее, в Шведы. Я вот навыбирал 55 разных. Хотелось бы слова написать, но никак. Надо количество тонов, чтобы было. Мне это трудно. Потому что я написать-то написал, а оно по музыке-то не сходится. Поклон, Любовь Николаевна и Надежда Васильевна. А вот они сидят рядом. Ну, вот я и подошла, смотрю. Вот она где, давай. Вот занятия у них. А где они? А где у нас это? Вот он, Тимофей. Игнать Тихович, а я думал, вы Надежду Васильевну отправили уже. Нет, она не едет. Она нужна здесь. Все, они оформляют тут дома, передачи. Квартиры. Понятно. Я ее отправлял, она приехала. Ты же была там? Да. Она была и вернулась. А тут документы подписывать надо. Все время ходить там по инстанциям. Ну, все тогда. А пусть Тимофей на гитаре что-то сыграет, а? Не надо. Все, отошли. Не надо. Не надо. Спасибо.